Ребята, Т-70 я называл никакой, потому что этот танк на тех уровнях, особенно когда бросает четверком, не может никаких достойных качеств показать. Понятно, что когда мы поставили последнее оружие, мы начали как-то уже существенно кусаться. Но мы так мало откусываем от врагов, скажем так, жизней, то это несущественно. То есть броня, она прошивается, особенно четверками легко, то есть тебе единственное, только можно срикошетить. Почти любой противник тебя может пробить, поэтому если ты выехал неудачно, твой маленький силуэт тебя не спасет, тебя просто количество снаряда забросает, тем более с такой вероятностью пробития. И поэтому броня не ощущается, маленький силуэт иногда, конечно, дает возможность, но как бы это единственное, наверное, преимущество, которое осталось в Т-70, это малый силуэт. Все остальное, скорости нет, брони по сути нет, орудия пробивает, но еле кусает, поэтому, ребята, это первый танк, который можно назвать никакой. Никак, вот, не могу сказать, что он прям уж совсем плох, но с чем-то вот выдающимся, кроме малого силуэта, уже похвалить-то и нечем. Возможно, за счет этого малого силуэта двоечку я ему и впишу из 10. На единицу не хватает, потому что был бы он еще, знаете, побольше бы, со всеми этими замечательными показателями, которые у него есть, и можно было бы единиц первому танку впихнуть. Но вот за счет малого силуэта два из 10, двоечку заслужил. Посмотрим наши результаты. Успел я сыграть на нем 51 сражение. 51 сражение. Сражение. Что у нас выходит? Что у нас выходит? Выходит у нас, я думаю, не очень хороший результат. А нет, в принципе, неплохо, ребят, вышло. Я думал, будет хуже. 25 побед на 26 поражений. Я опасался худшего. Побед на 26 поражений. Поэтому все-таки магиом. Магиом, ну, в нашем случае, правильно сказать, магет команда. Потому что мне результат на нем все, не комфортно было играть. Пока мы вышли на это орудие, которое позволяло уже хотя бы спокойно подбирать и добивать врагов. Иногда и убивать, если повезет. Ну, так, так, вывод. Долго думал, кто заслужит это прозвище. Наконец-то нашелся. Не как АТ-70. Посмотрим также общую статистику достижения. По победам у нас 47. Надо будет карандаш себе организовать. Вот карандаш, ребят, нормально справляется с наполеоновскими планами. А вот ручки, они прям не могут совладать с такими амбициозными задачами, которые мы перед собой ставим. Попадание 50 на 33. Знаете, улучшилось было изначально 50 и 1, а сейчас уже 50 и 33 сотых. Так что я рад. Поначалу мы даже стали терять этот уровень, но потом все-таки навык дало себе знать. Конечно, удивительно в трансляции профессионал наткнуться на никакого, а? Ну, везет так везет. Сейчас посмотрю, что говорят зрители про эту замечательную машину.